Нижний Новгород Это торжественная часть подходит к концу, а на самом деле торжества действительно в разгаре. Сегодня был замечательный день. Во-первых, он замечательный с точки зрения погоды. Мы переживали, не испортит ли нам погода праздник, не разгонят ли в Москве облака и не придут ли они к нам. Ну вот так получилось, что в Москве как раз с облаками боролись, бились с сомнительным успехом, а у нас природа подарила замечательный день. Он полностью соответствовал сегодняшнему настроению и вот с самого раннего дня. Огромное количество нижегородцев. Вот ту информацию, которую мне предоставила наша служба. 35 тысяч нижегородцев сегодня было на площади имени Минина во время главных торжественных мероприятий. А вообще сегодня по всему городу 200 тысяч нижегородцев принимают участие в различных мероприятиях. Вот такие вот предварительные цифры, их еще будут уточнять. В общем, праздник так праздник. Но вы наверняка были на параде победы. Мы-то вот сидим, работаем, не видели его. Расскажите, как все прошло, ваше впечатление. Очень торжественно. Знаете, я первый раз сам принимал участие в параде уже как официальное лицо на трибуне. Честно говоря, очень волновался и пришлось вот так вот пройти, встречая колонну с ветеранами. А у нас такая была ситуация. Радиослушатели, те, кто это не видел по телевизору, либо собственными глазами, расскажу. Со стороны памятника Чкалова шла колонна с руководством области, руководством армии 20-й, которая у нас базируется, руководство города. А на встречу со стороны Покровки шла колонна ветеранов. Вот около Дмитриевской башни встретили. Тепло очень поприветствовали, обнялись. Они такие молодцы, конечно, вот те ветераны, которые в строю бодрые. Там по 90 лет, 92, 93, 86 они рассказывают о своем возрасте. Конечно, поражаешься несгибаемой силе духа этих людей. И в таком возрасте, да еще после войны, да еще после всех этих лишений, они сегодня так прекрасно себя чувствуют. Ну, как прекрасно, в 92 все-таки. Но, тем не менее, уверенно, бодро выражают свои мысли, беспокоятся и до сих пор любят свою родину. Вот поражаешься, конечно. После этого был парад. Парад был, ну, что говорить. Таких городов очень мало, в которых сегодня проводят парады. Я, конечно, любовался нашей техникой, но переживал за покрытие площади мини нашей. Ну и как? Выдержала. Потом не пришлось. Но мне все-таки, кажется, немножко продавили, хотя военные обещали, что те резиновые гусеницы, которыми оборудована техника, они такой безопасно для площади все пройдет. Но, тем не менее, я беспокоился, так поглядывал на асфальтовое наше покрытие, хоть площадь мини нас должна быть. Ну что, менять не придется? Нет, нет, все в порядке. После парада было возложение венков к вечному огню. Вы знаете, что в первую очередь мне вот бросается в глаза сегодня, и я этому очень-очень рад. Очень многое сегодня пришло в центр города и на торжественные мероприятия, на парад и на последующие гуляния. И вот сейчас очень много в центре молодых семей. Нижегородцы приходят на этот праздник со своими детьми. И вот именно молодые. Это, знаете, какое-то новое поколение, которое, тем не менее, чтят и свято относятся к этому празднику. Очень много детей. Сегодня, когда ветераны проходили перед возложением к вечному огню цветы, вот детишки, как и я, в принципе, в детстве помню прекрасно, как мы бежали по дороге к ветеранам, к медалям таким статным. Они всегда были строгие, а когда нам подвигали, они всегда улыбаются, благодарят. И так же сегодня бегут детишки, значит, родители понимают, помнят сами, как они это делали. Вот эта преемственность поколения очень важна. Я вот хотел бы это отметить, поблагодарить всех нижегородцев, которые сегодня пришли на эти торжества. И знаете, я еще такое хожу слово, не очень праздничное, но очень жизненное. Трезвые люди. Трезвые. Не может не радовать, конечно. Я вот поразился этому, вот сам собственными глазами видел и на Большой Покровке, и на площади Минина, и в Кремле. Но я еще был, например, и в Сормовском парке сегодня, и на площади Жукова в Приохском районе. Я практически не видел пьяных. Молодые семьи, трезвые. Это вот такое слово-то, оно даже режет, может быть, в праздничный день. Но почему-то оно очень важно. Я считаю, что это говорит о том, что что-то меняется в наших сознаниях. Это замечательно. Я напомню, у нас в гостях глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Олег Александрович, вот вы уже сказали, что были сегодня уже в Приохском районе, Сормовском районе. Что вы там делали? Я, ну, во-первых, я не мог не поехать в Сормовский район, потому что сразу же после торжественных предприятий в центре я поехал именно в Сормово. Потому что это замечательный боевой, трудовой район нашего города. Ну, можно только сказать одно, что каждая вторая подводная лодка для фронта была изготовлена именно на заводе Красного Сормова. То же самое можно говорить и про танки Т-34 и множество других вооружений. 370 сегодня фронтовиков живут в Сормовском районе, только 70 сегодня смогли прийти на это торжественное мероприятие. Очень было так. Ну, Сормовичи всегда, как и автозаводцы, в том числе, они так вот чтят свои традиции районные. От памятника, как они говорят, от памятника танка, ну, от площади Славы они прошли такой длинной торжественной церемонии до площади Буревестника. Там состоялся очень красивый митинг. Также был парад, ну, пеший, конечно, без техники военнослужащих. Много очень красивых слов, голуби, шарики. Потом, по традиции, пошли поели мы каши, выпили 100 грамм. Вот-вот-вот, фронтовые. Выпили, ну, я, честно говоря, избегал, говорю, мне еще сегодня выступать, наговорю чего-нибудь лишнего. Но, тем не менее, очень много поздравлений, ветераны подходят и благодарят, и дают советы, и решают какие-то вопросы свои. Ну, это нормально. В том числе, я принял участие в таком традиционном для Сормовичей, для ветеранов, для Дня Победы турнире по домино. Ух ты! Был просто разорван в клочья ветеранами, причем ветеранами-женщинами. Сели трудоработники Красного Сормова, такие пожилые дамы-ветераны. Сели, просто разобрали меня, даже как-то расстроился, наверное, уходя. Но сегодня такой день. Вот, очень много людей в парке в Сормовском. Мне тоже это очень понравилось. Потом я поехал в свой родной Превский район и поздравил своих родителей. Мой отец, это все-таки ребенок войны. Наш дедушка Артем, ушедший в 41-м добровольцем на войну, в 43-м по Смоленскому, это уже на обратной дороге, уже к победе погиб. Мы в нашей семье чтим, конечно, его память. Сегодня за него поднимали также бокалы. Ну и возложил цветы к вечному огню на площади Жукова, пообщался с ветеранами. В общем, такая очень насыщенная программа. Но она у нас не заканчивается. У нас множество еще сегодня важных мероприятий. Ну, во-первых, у нас в 18.55 будет минута молчания. На площади Минина у нас по этому поводу будет митинг. Губернатор будет выступать, поздравлять. У нас будет салют. Во всех районах в 22 часа будет проходить салют. Надо отметить, что у нас салют в этом 9 мая этого года делится на две части. Первая часть салюта будет, чтобы вот все, кто будет смотреть, понимали. Первые 30 залпов, это так называемые министерские. Это залп по приказу министра обороны Российской Федерации. Так как наш город, где располагается штаб армии, то есть мы входим в тот список городов, в котором проходят положенные военные залпы в честь победы. Они какие-то особенные? Они просто вот такие военные. Бух, бух, 30, без всяких художественных... Без оформления какого-то. Без оформления. А вот после того, как закончится военный залп, то будет уже наш городской, с музыкой, традиционной, красивой. Очень хороший сегодня должен получиться праздничный салют. Тем более погода радует. И праздничные гуляния продолжатся до вечера, до позднего вечера. Потом нам нужно будет все это впоследствии убрать, чтобы завтра утром началась новая рабочая неделя. То есть завтра уже все будет чисто? Завтра будет все уже чисто, можете даже не сомневаться. Будет сегодня ночь еще чисто. Ну, я вот хочу добавить, что очень хорошо, по традиции, после фейерверка будет организован развоз нижегородцев по спальным районам города. Это на площади Синой будут держать автобусы? Да, совершенно верно. На Горького? На площади Горького, площади Синой. И я так думаю, что мы около катера Героя тоже будут автобусы, для того, чтобы развозить нижегородцев по районам. Ну, на самом деле, людей очень много. Я напоминаю, что салюты будут не только в центре, но и практически во всех районах фейерверки будут. Ну, сегодня везде гулянь. Я видел, в парке Швейцария проезжал, и в центре города очень-очень много людей. В общем, я много детей не перестаю этому радоваться. Я напомню, у нас в гостях глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Олег Александрович, уже очень давно идут разговоры о том, что Нижний Новгород достоин звания города воинской славы. Нам в ближайшей перспективе стоит ожидать, что нам присуводят это звание. Вот вы знаете, сегодня, неоднократно обсуждая ситуацию эту с ветеранами, я везде получаю и поддержку вот этих инициатив, и даже, можно сказать, недоумение относительно того, что мешает до сих пор нашему правительству принять такое справедливое решение. Говорить о том, что город Горький, город Нижний Новгород, не город боевой славы, это, конечно же, неправильно. Мы, ну, давайте так, 800 тысяч нижегородцев ушло на войну. 300 тысяч не вернулось, я округленные цифры, конечно, говорю, но 300 тысяч, 300 тысяч не вернулось с полей войны обратно домой. 300 тысяч, это целый автозаводский район. Нижегородцы формировали полки, их боевой путь овеян многочисленными свидетельствами подвигов. Но не только воевали нижегородцы, горьковчане. Город Горький ковал по обеду в тылу. И каждый третий, об этом сегодня тоже многие говорят, а каждое третье орудие, это город Горький. Каждая вторая подводная лодка, это город Горький. Практически все средства связи для войск во время войны делались на нашем заводе Мини-Ленина, сегодняшнем Мини-Теле, и так далее, и так далее, и так далее. Все, город был огромным заводом. В городе, над городом шли воздушные бои. Город не только отправлял своих солдат на войну, но и принимал, к нам ехали эвакуированные. У нас были 170 тысяч эвакуированных со всех территорий, оккупированных, приезжали к нам в Горький на то, чтобы здесь жить, найти временное пристанище. У нас госпитали. Ну, как уж не город воинской славы за такие события. Мы как Горький и Нижний Новый Горьд недостойны, это, конечно же, неправильно. Я очень хорошо отношусь к таким городам, как Ковров или Архангельск, которые совсем недавно были удостоены такого почетного звания. Это без всякого сомнения. И жители этих городов, и сами города достойны. Но обойти город Нижний Новгород, я считаю, неправильно. И думаю, что приближающееся 400-летие нижегородского ополчения это очень хороший повод для нашего правительства, нового правительства, нового президента, чтобы вот эту справедливость восстановить. И город Нижний Новгород присвоит звание воинской славы. Ну что ж, будем ждать и надеяться. Будет активно вы говорите. И нижегородцы, и радиослушатели пусть обращаются, и пишут, и обсуждают это в интернете. Это все не остается бесследно. Это тоже небольшой вклад в то, чтобы признали наш город заслуживающим этого почетного звания. Я напомню, у нас в гостях был глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Олег Александрович, у вас есть немножко времени, чтобы поздравить наших дорогих фетеранов. Ну, я могу сказать только одно, что время бежит, и с каждым годом Великая Отечественная война от нас все дальше. Ну, я уверен, что молодое поколение, так же, как и мы, сохранит память об этой победе и всегда будет гордиться подвигами нашим земляков. Поэтому в этот светлый день, уважаемые нижегородцы, поздравляю от всей души вас с этим днем. Особенные слова благодарности нашим ветеранам, низкий поклон им, вечная память тем, кто не вернулся, и, конечно же, большая благодарность тем, кто сегодня с нами, до сих пор в строю и помогает воспитывать наше подрастающее поколение. Всего вам доброго, здоровья, мира и благополучия. С праздником! С Днем Победы! С Днем Победы!